приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про в 66 т бурза 11 сентября и вы добавили в продажу и 22 сентября продажа закончится первые 24 часа можно было это танчик приобрести с бонусом бонус в виде задания типа челлендж набить на этом танке 75 тысяч опыта до 18 сентября то есть неделя 75 тысяч опыта за неделю это очень интересное занятие на танке который тебе не понравился плюс еще опыт зависит от того побеждаете вы или проигрываете и очень прискорбно когда целый день ты проигрываешь на следующий день ты выигрываешь а играл ты примерно одинаково это конечно уникальное и увлекательно киберспортивное мероприятие прямо вау причем нужно набить чистый опыт а чистый опыт это не всякие ваши там x3 x5 бусты и так далее за поражение очень редко вы можете набить ты еще там какую-нибудь дай бог если с достойным сопротивлением получится 800 900 которая это самое достойное сопротивление еще попробуй получи да там за победку 1000 может да но вот за поражение ни в коем случае у меня осталось там пять с хвостиком дней чтобы выполнить эту задачу мне осталось примерно 20 тысяч опыта набить при этом я играю много на этом танке два дня подряд я накатал на этом танке уже 55 боев в принципе дело идет к тому что 75 тысяч чистого опыта это примерно 75 боев у меня лично при том что в первый день у меня процент побед на нем был 30 сейчас процент побед выровнялся уже до 55 средуха на танке скачет очень сильно то 2 700 я на нем сыграют у 2000 короче стабильность нулевая плюс рандом в первые дни патча это что-то непонятное во первых выпустили из зоопарка эти вот ваши gpt-75 которые тысячами стреляют также добавили еще в продажу в натиске в магазине вилкс стэшки которые царапинками стреляются своего смешного барабана также добавили еще в раннем доступе ветку польских пт которые можно просто вдонить голду и из первого дня кататься на десятке также включили еще режим натиск стального охотника также еще полигон в итоге все включено новых танков всяких разных целая куча пт шаг на уровне на восьмом очень много поскольку многие делают задачу эту такое ощущение кого-то бы по игре пробежал кабан все носом перерыл танкисты не знают что делать за что хвататься какой-то хаос в боях какая-то лютая дичь новые в принципе в бою на фоне видите что адекватность в боях зашкаливает также в бою на фоне еще не типичная стрельба танчик попадает и наносит урон за все 55 бою это чуть ли не единственный бой когда танк реально много попадает и наносит урон это самая главная претензия у меня к этому танку и почему мне больше всего не понравился предыстории все рассказал наверное они не всем будут интересны теперь переходим к самому танку почему же мне не понравился этот танк вы конечно там в первые секунды как только я получил танк уже говорили мне точнее спрашивали как же танчик я говорил вам не спешите говорил что вроде как танчик норм но пушка кривая вроде как танчик пойдет но со временем мнение ухудшалось во первых орудия это то чем мы пользуемся чаще всего особенно на пт-шках это самое главное вообще на любом танке и орудия меня вообще не радует во первых у него плохая стабилизация во вторых у него калибр всего лишь 100 миллиметров в третьих у него под калибр основной и под калибр специальный снаряд то есть все на под калибрах из-за этого урон часто не проходит даже когда мы стреляем в бумажные танки даже взять ту же самую пт-шку бумажную чехословацкую шпака там брони абсолютно нет но есть наклоны так вот этот вот шпак дурацкий очень плохо пробивается с бурзы она пробивается только если ты попадаешь в броню где там наклоны особо нет то же самое ты стреляешь в чок чуть чуть не в середину все вообще причем на этом снаряде на этой пушке это как будто бы выведена в абсолют вообще там чуть-чуть снарядик отклонился не туда все пробить они будут и сейчас объясню почему во первых из-за того что калибр 100 миллиметров вы почти никогда не будете получать бонусы к нормализации по правилу двух калибров когда калибр в два раза больше чем броня то легче пробивается когда у вас б башка основной снаряд и вы им стреляете то там тоже нормализация улучшенная она легче пробивает у нас и калибр плохой и под калибр это этот дает плохую нормализацию несмотря на то что у нас пушка ровная но там какая-то дырка в пушке квадратная и несмотря на то что внешний вид у пушки типа она здоровенный дрым по факту это малюсенькая пушечка 100 миллиметров очка у того же самого шпака тоже 100 миллиметров только там пробитие 270 и точность в тысячу раз лучше и там б башка и кумулятив а здесь два подкалибера вонючих то есть по факту это пушка хуже чем у шпаков три миллиона раз так там еще и бешеная скорострельность если снаряд не пробил у тебя через пару секунд будет возможность стрельнуть еще а здесь не самый выдающийся дпм его тут с трудом можно дотянуть до 3000 это 3000 по факту то и не будет разве что использовать только фиолетовое оборудование розового не хватит то есть самое первое и самое основное что мне не нравится это подкалибер да он летит быстро 1450 метров в секунду летит основной подкалибер 1650 специальный но базовая точность 038 в осадном режиме в походном вообще 048 плохая стабилизация маленький калибр и подкалибер все это на в куче дают то что стрельба мало того что кривущая не стабилизированная так еще нихрена не попадает в нашей выборной стрельбе мы не решаем куда там снаряд полетит а у нас чуть-чуть не туда куда надо полетел снаряд все он не пробивает и я видел у многих стримеров горит жопа от этой пушки потому что она реально конченая как можно было 100 миллиметров натянуть на 450 альфы засунуть на 8 level напихать в него подкалибер и это я вообще не знаю причем самое смешное что пробитие с расстоянием почти не падает вообще на 500 метров пробитие падает на 4 миллиметра и становится 240 а вблизи когда мы стреляем пробить и 244 на 100 метров специальный подкалибер у нас 276 и там тоже пробить и почти не падает с расстоянием но этого нам и не надо она и так нихрена не пробивает даже с пробитием казалось бы 244 все равно ничего не пробивается у нас еще и 1200 хп с альфой 450 ты буквально встречаешься раз на раз с другой бурзой два раза его пробиваешь у него уже нет хп он уже шотный практически для любого а если еще и альфа пройдет то это вообще жесть причем бурза в пвп с бурзой пробивает голду и и просто в рубку и очень часто только если рельефы помогают наклонить танчик и добавить приведенки тогда бурза пробивается тяжело так еще и два лючка у нас на рубке есть да не маленький но не очень легко пробиваются если попасть также у нас есть еще над гусеничной полки которые легко пробиваются в нижней части vld у нас 230 220 миллиметров смотря какой наклон верхней части там 270 280 то есть по факту даже на восьмом уровне очень много танков у которых специальные снаряды пробивают в районе 280 и они вас будут в рубку пробивать каждый выстрел за исключением выстрелов где вбр там минимальное пробитие дает есть стэшки или тяжи у которых пробить и кумулем 280 270 они будут вас часто пробивать а есть еще птшки у которых там бывает пробитие 300 или 311 они будут вас пробивать жестко и даже птшки восьмого уровня стреляя обычными снарядами там примерно с пробитием 250 будут вас в нижнюю часть vld пробивать я уже молчу про нлд где 150 миллиметров там по сути пробивается любым танком на любом снаряде а если попасть на гусеничную полку там вообще очень тонко просто вдоль гусеницы стреляешь там дырень а если мы доворачиваем корпус у нас щеки перестают танковать и даже когда ты стоишь ровно к врагу иногда алду эти щеки все равно пробивают хотя вроде как там приведенки должно быть больше в любом случае если мы стоим ровно перед врагом то даже восьмой уровень нужно бояться особенно если нет укрытия танчик пробивают уже прям будь здоров то есть даже против восьмерок надо думать головой против кого можно выезжать танковать а против некоторых лучше вообще не выкатываться только если они разряжены еще нужно найти позицию где у тебя опустится пушка поскольку у войны вниз 8 градусов это не так уж много очень часто пушка просто не опускается и ты не можешь играть на некоторых позициях также еще и влево вправо орудие не слишком сильно той поворачиваться углы горизонтальной наводки небольшие до сведения быстро нас 2 и 1 но стабилизация плохая орудие влево вправо поворачиваться плохо опускается на 8 это средненько броня у нас не против всех я уже молчу как вы будете на ней танковать девятки или десятки если у нас даже с некоторыми восьмерками большие проблемы так еще и их арта сверху стреляет а у нас 1200 хп даже если мы поставим закалку то у нас будет там 1300 с хвостиком и все это но не прям уж много будет вроде как будто бы у нас жирная бронированная птшка но по факту хп недостаточно чтобы бы ковать броня не какая-то там ультимативно что-то типа выехал и все от тебе все можно тебе все можно когда у врага пушка слабая я уже встречал танкистов которые жалуются вот типа танк не пробивается ничем надо его понерфить у ты пути какая имба да это имба против пушек у которых пробить это мне щель против каких-то старых кусков против танка у которых нормальное свежее пробитие такое даже если 250 уже на этом танке очень тяжело танковать а часто многим танкам по накрутили пробитие даже на восьмом левеле даже основными снарядами многие могут пробивать в л.д. в нижнюю часть поскольку там приведен ки поменьше да в любом случае на рубке есть лючки так еще и в борт когда в район гусеницы этот танк пробивают он часто горит мне пришлось переобучать экипаж и изучить чистоту и порядок после этого танк перестал гореть первые два боя на этом танке который я играл у меня танк два раза подряд загорелся в одном бою я полностью сгорел во втором бою полностью сгорел потом еще за пять боев там я еще пару раз подгорел и он горел чуть ли не каждый второй бой прокачал чистоту и порядок и это ведро перестала гореть также я еще пожаротушение у всех на всякий случай прокачал бой укладка ломалась я прокачал перк на боеукладку и теперь переходим к оборудованию я перепробовал все мне принципе и особо ничего не понравилось я из турбины пробовал и с ум п короче я оставил просто стандартная на стрельбу там досылатель прицел вентиль и пофиг да там еще своем п можно прикольно покрутиться пострелять там от какой-то стабилизации но в целом мне не нравится мне часто не хватает у венов мне не хватает стабилизации мне не хватает калибра и бэбэшки или кумулятива чтоб можно было стабильно нормально пробивать когда попадаешь по врагам мне не хватает хп мне часто не хватает брони против врагов которые голдой меня в силуэт пробивают у которых пробитие заметно выше среднего есть танки которые просто не видят этой брони в этом танке вообще то есть танк по сути сложный попробуй найди на нем позицию где тебе будет удобно найди врага который не будет тебя пробивать чуть-чуть где-то ошибся получил 12 пробития все хп нету а некоторые танки которые сейчас в рандоме катаются фугасные чуть ли не с одного выстрела нас отправляют в ангар поскольку у нас хп как у них альфа практически да и параллельно артаном на голову может да не то что может а будет гадить и без того маленькое количество хп будет исчезать у нас хп по сути как у бумажной кустарной птшки которая сидит в кустах на красной линии но при этом типа у нас броня и мы должны ехать вперед поскольку стабилизация не очень подкалибер не очень надо куда-то еще что-то попадать что-то пробивать да в целом типа у нас есть еще походный осадный режим мы можем быстро поехать поменять позицию но не всегда есть куда и не всегда есть подходящие позиции под этот танк по сути лучшие бои на этом танчики это когда враги подставлялись а я как-то вот из позиции аккуратненько в них настреливал очень редко и очень тяжело даются бои где я агрессивно на первой линии рублюсь от брони это нужно чтобы кто-то с тобой был кто-то помог кто-то прям реально соображал и пытался тебе помочь в бою и еще не против каждого врага можно на этом танке быковать мне кажется этот танк требуется взводного который будет тебе помогать играть поскольку любая микро ошибка танк пшик и исчез нужен со взводной которые либо где-то подожмется тебе посветит если ты не можешь на этом корыте что-то там агрессировать либо в другой ситуации когда ты агрессируешь чтобы он тебе подстраховала где-нибудь самому на этом танке играть очень душно а в рандоме такие помогаторы которые от не вреда больше по поводу полевой модернизации сначала я выбираю усиленную ходовую для того чтобы там проходимость грунтова лучше ездить и так далее конечно танчик медленно крутится и можно выбрать скорость поворота но как ни странно проходимость грунтова тоже режет скорость поворот если ее ухудшать поэтому дурацкая это вот первая полевая модернизация на выбор дальше у нас идет либо сведения которые у нас очень быстро либо точность поскольку у нас стабилизация плохая то ухудшать сведения не хочется я выбирал улучшить точность мне почему-то не понравилось я убрал и как будто бы стрельба стала чуть лучше наоборот когда я вообще ничего не выбираю очень сложно сказать в такой выбор на игре стало лучше или нет если она все равно не сильно от меня зависит но как будто бы там по моим ощущениям мне показалось что стрельба была лучше пока я не трогал эту точность в полевой модернизации также я еще улучшил обзор поскольку обзор у нас тоже слабоват также у нас еще есть турбо режим осадный походный режим в которой войти 3 секунды и выйти 3 секунды это долго это мешает в общем танчик получился сложный во всем сложная стрельба неприятная очень душный маленький калибр который не любит вообще никакую толстую наклонную броню ничего не хочет пробивать то же самое под калибр еще сильнее умножает не хотение пробивать плохая стабилизация еще не дает тебе в принципе попасть а если ты попал то нихрена не пробиваешь броня которую очень сложно реализовать не против всех у вены которые мешают многие позиции отсекают их невозможно сыграть с такими войнами если не вкачать экипаж то танк горит каждый бой дпм 2 890 с вентилем розовым с досолом с инструкцией на вентиль с доппайком с шестиперковым экипажем и так далее точность 0.3 сведение 1.8 конечно такое вот танк сложный мне абсолютно не нравится его стрельба а если стрельба в танке не нравится танк обречен на то чтобы желание на нем играть не было вообще ну и в целом он сложный я не сказал бы что он не играбельный или полное дерьмище он просто очень мерзкий его сложно реализовать есть очень много пт-шик на которых я кайфую и на которых я готов играть много долго и фармить серебро и отметки набивать и так далее это не тот танчик она не для меня до периодически получается на нем что-то наиграть но это все через боль и мучения через старания и страдания но в любом случае интересные бои на нем были какой-то там контент какие-то эмоции она принесла да и ладно очень жаль что много нервов потратил на этот кусок но так в целом я даже не знаю как это оценивать в некоторых боях можно оценить этот танк чуть ли не 9 из 10 ты там просто стоишь против тебя какие-то пупсики со слабыми пушками не ничего не могут и много танкуешь просто их уничтожаешь в некоторых боях ты вообще ничего не можешь и танк хочется оценить на 2 из 10 ну где-то там она посередине остановится и каждый сам для себя решит что оно такое на мой взгляд танчик в мерзком балансе если играть на метовых имбовых танках то в принципе можно ему противостоять девятки десятки вообще этот танк в принципе могут уничтожать жестко поскольку у них пробитие большое и эта рубка танчить не будет в принципе вот такой вот вывод по танку мое мнение полноценное развернутое окончательное а не то что этом только начал играть первый-второй бои вы уже спрашиваете как танк понятное дело что тот ответ будет не объективен пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока удачного дня ну Продолжение следует... Продолжение следует...